Войсковая часть 52-096 относится к 5-й дивизии противовоздушной обороны, которая была сформирована 23 июня 1953 года и призвана охранять мирное небо над Москвой и Центральным округом. Интенсивность нашей боевой подготовки довольно-таки высока. На вооружении дивизии состоят последние образцы вооружения военной техники. До того, до того, практически у нас по технике порядка 95% новых образцов. Уже много лет соединение выполняет стратегические задачи. В специальном бункере управления офицеры несут боевое дежурство по охране воздушного пространства. Внимание по пункту управления. Для защиты Российской Федерации, целостности и неприкновенности ее территории, дежурной смене пункта управления на боевое дежурство под руководством оберодимого дежурного подполковника Панова заступить. Как понял, задача, рейс? Задачу понял, выполняю. О богатой истории воздушно-космической обороны напоминают зенитные ракетные установки, расположенные на территории части. Сегодня здесь проходят службу как молодые люди по призыву, так и солдаты на контрактной основе со всех регионов России. Станислав Макогонов родом из города Щелково Московской области и отдает долг родине, не выезжая за пределы Подмосковья. С самого начала, когда попадаешь сюда, думаешь, что может быть еще есть какие-нибудь пережитки прошлого, там дедовщина, еще что-либо. Но когда сюда попадаешь, с первых дней прививает дух товарищества, командиры, начиная от командиров-зводов, род, формируют из вас воинский коллектив и ничего такого страшного нет. Так что все отлично. А рядовой Роберт Новожилов, наоборот, находится в двух тысячах километров от дома. Я приехал из города Интай, республики Комя. Служатся отлично, все условия нам предоставлены, одевают, кормят, все на высшем уровне. Для служащих созданы все условия, чтобы ничто не отвлекало от несения воинских обязанностей. В современном блочно-модульном городке, построенном в 2017 году, расположены две казармы, баня, спортзал, кафе и офицерское общежитие. Идеальная чистота в помещениях говорит о строгости дисциплины. После тяжелого дня солдаты могут расслабиться в комнате психологической разгрузки и посмотреть кино. В столовой для служащих организовано сбалансированное питание. На обед у нас запланировано суп картофельный с макаронами, на второе говядина порционно отварная, свинина порционно запеченная, соус томатный, каша гречневая рассыпчатая. При прохождении службы личный состав в соответствии со своими воинскими специальностями получает навыки, которые пригодятся и в обычной гражданской жизни. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.